Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про различные виды саженцев винограда. Да, они бывают различные, они имеют свои особенности и сегодня все это мы с вами разберем. Первый вид саженцев это саженцы годовалые. В чем их особенность? Они росли все лето, к осени у них хорошая вызревшая корневая система и вызревшая верхняя часть. Мы выращиваем такие саженцы в школке. Также вы можете их иногда встретить и с закрытой корневой системой, то есть в каких-то горшочках. Но мы такими горшочками не занимаемся, потому что, чтобы корни развились хорошо, саженцам надо свобода. Вот так эти саженцы выглядят весной. Я вам показывала осенние кадры, там были большие длинные корни, мы их специально подрезали. Они тогда хорошо будут ветвиться. И, в общем-то, такая подрезка на растении сильно не сказывается. Но сейчас нам это нужно и для определенного удобства. Значит, смотрите, в чем их особенность? Спящая корневая, спящая верхняя часть. Осенью такие саженцы можно высаживать вплоть до того момента, пока земля еще не замерзла. Такие саженцы замечательно хранятся. Они находятся в спящем состоянии. Важное условие, чтобы было прохладно. Температура не выше плюс 10, а в идеале там вообще 4-5 градусов. Шикарно сохраняются, прекрасно переносят любую транспортировку, потому что они спят. И им сейчас все равно, что с ними делают. Храниться в таком состоянии они могут до мая, в принципе, даже до июня. Ну, потом, конечно, все равно природа берет свое, они начинают просыпаться. Что касается весны. Их можно высаживать тогда, когда отмерзнет земля. Тоже им все равно, они спят. Единственное, что если вдруг какие-то там заморозки, еще что-то, можно верхнюю часть немножко прикрыть на всякий случай. Либо вариант второй, мы их сохраняем на попозже и высаживаем уже в мае, когда у нас пройдет опасность возвратных заморозков. Тут уже каждый смотрит на свое удобство. Когда ему удобно высаживать, тогда он и высаживает. Про хранение я уже сказала. Им нужно прохладное темное место. Идеально это подвалы. Ну, можно даже в обычном бытовом холодильнике тоже сохранить до того момента, когда нам удобно будет высадить. Единственное, важный нюанс, нам надо сделать так, чтобы корешки не подсыхали. То есть, немножко влажной земельки, немножко влажных опелок, этого будет вполне достаточно. Повторюсь, растение спит. Если вдруг такие саженцы уже начинают просыпаться, а мы, у нас нет возможности их высадить в открытый грунт, по разным причинам. В таком случае, можно просто высадить дома в какой-то емкости по 5-литровой бутыли. Ну, уже дома пусть растет, а когда у нас будет возможность, пересадим в открытый грунт. В некоторых случаях такие саженцы называют двухлетками. Ну, вроде, да, весной им уже идет второй год, но мы их называем годовалыми. Следующий вид саженцев – это зеленые вегетирующие саженцы. Мы их выращиваем весной из черенков. Они у нас тут с закрытой корневой системой и имеют зеленую часть, которая активно растет. Ну, пока что здесь зеленая часть еще маленькая. Саженцы совсем молоденькие. Высаживаем в открытый грунт. Мы их приблизительно в середине мая. Важное условие – это тогда, когда земля хорошо прогреется, потому что корешки у нас молоденькие. Совсем их нельзя садить в холодную землю. И вершки тоже вот они зелененькие. Они сейчас растут. Значит, нам еще надо учесть возможность возвратных заморозков. И высаживать тогда, когда уже опасность этих самых заморозков пройдет. И еще одно важное условие – при высадке вот таких саженцев. Во всяком случае, мы всегда рекомендуем это делать. Когда мы высаживаем их в открытый грунт, мы недельки на две прикрываем спамбуном. Почему? Потому что такие саженцы, они у нас растут в каких-то домашних условиях. Они получают не такое яркое солнце, как в открытом грунте. Плюс немножко другие температуры в помещении. Поэтому для того, чтобы они легко адаптировались, для того, чтобы ему было легче привыкнуть к новым условиям, мы на две недельки прикрываем его спамбондом. Если это тоненький спамбонд, то двойной слой. Если это спамбонд более плотный, то одного слоя будет достаточно. Недельки на две. Через две недельки он уже привыкает к новым условиям. Ему становится хорошо и комфортно. И такой саженец начинает активно расти. Что касается сортового разнообразия. К весне годовалых саженцев остается уже не так много. Они в основном расходятся осенью и в течение зимы. Тем не менее, мы всегда оставляем небольшое количество черенков на пророст весной. И весной именно зеленых вегетирующих саженцев сортового разнообразия будет больше. А кто-то может подумать, что вот такие вегетирующие саженцы, они достаточно капризны. Выращивать их достаточно сложно. На самом деле, если у вас сложатся хорошие условия, если саженцу у вас понравится, то даже высадив вот такой вот вегетирующий саженец весной, вы вполне на следующий год можете получить уже какой-то первый сигнальный урожай. Это вполне реально. И мы получали такой урожай не раз, и другие люди тоже. Самое главное весной не спешить с высадкой таких растений в открытый грунт, но и проявить о них немножечко заботы. Следующий вид саженцев – это саженцы привитые. Более подробно про прививки я расскажу в отдельном видео. Здесь скажу только вот что. Значит, мы прививаем не на черенок, а мы прививаем на годовалый саженец. То есть у нас уже есть хорошая корневая система, у нас есть определенный запас питательных веществ. Для чего мы делаем такие прививки? Некоторые мы делаем для себя, чтобы быстро посмотреть сортность, подтвердить тех черенков, которые мы покупаем. И второе, когда мы делаем вот такие привитые саженцы, это когда у нас очень мало посадочного материала. У нас есть молоденькие кустики, с которых мы смогли срезать буквально 1-2 черенка. И вот такая прививка позволяет нам быстрее размножить эти сорта. Пока что они у меня вот в таких опилочных куколках. Еще идет срастание. Буквально через некоторое время они будут высажены в емкости с землей и уже там начнут полноценно расти. Подробно про прививки я сделаю в видео, расскажу все. Но здесь, смотрите, вот покажу близенько, вот видна гроздочка. И на самом деле даже не одна. За счет того, что саженец, на который мы прививали, обладает определенным запасом питательных веществ, обладает хорошей корневой системой, мы можем гроздочку одну оставить. Ну, на самом деле не одну, а там буквально пару ягодок, потому что не надо растения перегружать. Но можем вот таким образом посмотреть и подтвердить сортность, если у нас есть такая необходимость. В таких саженцах в некоторых случаях, поскольку в почках все равно закладываются гроздочки, они могут быть, но такие саженцы, они не обладают достаточной силой для того, чтобы эти самые гроздочки выносить. Даже если мы их оставляем, они их сбрасывают. Здесь шансов получить гроздочку гораздо больше, без ущерба для растения. Как высаживать? Как и когда высаживать такие саженцы? Поскольку у нас прививочка все-таки зеленая, вегетирующая, то мы ее в открытый грунт можем высадить только тогда, когда у нас уйдет опасность возвратных заморозков. Потому что иначе верхняя часть у нас погибнет. Как высаживать такие привитые растения? Наши саженцы в наших условиях, где нет филоксиры и где цель прививки, это получение либо скорейшего результата, либо размножение сортов, которых у нас немного. Мы можем садить такие растения двумя способами. Первое, это оставлять на прививке. В таком случае глубина посадки вот ровненько, уровни прививки. То есть нам надо не заглублять ее. И если мы садим такое растение в привитом варианте, то осенью вот эту обвязочку мы снимаем, там уже будет все хорошо сросшись. Второй вариант мы можем перевести вот это растение на свои корни. В таком случае мы его высаживаем практически горизонтально на глубину. Ну вот в наших белорусских условиях это сантиметров 25 от поверхности земли. К тому моменту, когда мы будем это садить, то есть сейчас это маленькие почечки, на самом деле у вас уже будет хороший побег. То есть вы его садите и заглубляете. Понятно, что если он, допустим, будет сантиметров 10, не надо его засыпать полностью, мы его будем засыпать постепенно. И так со временем вот здесь, где у нас зеленая часть, пойдут корешки, а эти корни отомрут. И получим растение на своих корнях. Какой из вариантов вам выбрать, вы уже будете смотреть сами. Из того, что вам будет удобнее. И в завершение, поскольку и вегетирующие, и привитые саженцы имеют зеленые части, понятно, что они такие, как я вам сейчас показываю. К моменту посадки они будут гораздо больше. Тем не менее, такие саженцы, к сожалению, не могут пересылаться по почте. Они просто эту пересылку не переживут. Пересылаться почтой могут только саженцы годовалые, находящиеся в спящем состоянии. Так мы разобрались с вами с тремя видами саженцев. Каждый из них хороши по-своему. Любой из этих саженцев будет нормально расти, развиваться и в дальнейшем давать хороший урожай. Ну а я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды мои контакты. До новых встреч!